Дорогие братья, братья-проповедники! Сегодня мы предоставляем вашему вниманию курс Гомилетики, то есть искусство церковной проповеди. Этот курс буду читать я, Павел Бегичев. Говорят, однажды некий человек пришел в церковь, слушал проповедь и плакал. После проповеди к нему подошел пастор этой церкви, который, собственно, и говорил. Он утешил этого человека, похлопал его по плечу и сказал, «Вы, видно, добрый христианин, вас так растрогала моя проповедь. Вы плачете?» На что человек ответил, «Да, действительно, я растроган. Знаете, в чем дело? У меня в жизни произошла такая печаль. Я вырастил козленка и очень привязался к нему. И его внезапная смерть повергла меня в тоску и печаль. И вот сегодня, благородный пастор, когда вы говорили проповедь, я вспоминал своего козла, ведь у него была такая же красивая борода, как у вас. Я очень надеюсь, братья, что этот курс не вызовет у вас ненужных ассоциаций, а также ваши проповеди после прослушивания этого курса не будут вызывать подобных реакций у слушателей. Зачем мы записали этот курс? На наш взгляд, на сегодняшний день существует дефицит именно русскоязычных исследований, посвященных конкретным шагам подготовки проповеди. Причем проповеди не простой, а объясняющий слушателям смысл библейского текста. Есть прекрасные работы по толкованию Библии, есть прекрасные видеокурсы, есть учебники гомилетики и видеокурсы гомилетики. Но как конкретно преобразовать информацию, полученную в результате толкования, в результате экзегетического исследования в пункты проповеди? Какой вид проповеди избрать? Какая проповедь лучше всего соответствует задаче проповедника передать Слово Божие? Как правильно организовать материал? Как выразить мысли простыми, понятными русскими словами? Зачастую эти вопросы остаются без ответов. Да и преимущество именно разъяснительной экспозиционной проповеди, к сожалению, вовсе не является аксиомой ни для служителей церкви, ни для слушателей. Основной задачей этого учебного курса является систематизация приемов, позволяющих составить качественную проповедь, разъясняющую текст священного писания. В курсе рассматриваются преимущества разъяснительной проповеди перед другими жанрами церковной гамильи. Даются практические рекомендации по работе с библейским текстом, составлению плана и конспекта проповеди. Здесь же изложена методика произнесения проповеди. Особенное внимание уделяется духовному фактору произнесения проповеди, а также факторам риторическому и фактору культуры речи. Этот курс представляет собой анализ большинства доступных на тему гамилетики публикации, а также суммирует авторский опыт проповедования. Из чего состоит этот курс? Вначале мы будем рассуждать о материях духовных. Каким должен быть проповедник? К чему он должен стремиться? Как он должен относиться к слушателям? Как он должен относиться вообще к людям, которым он проповедует Слово Божие? Потом мы будем рассуждать о проповеди. Что это такое? Мы попытаемся дать определение самому понятию проповедь. С нашей точки зрения, в настоящее время, когда догматическое особое откровение завершено, важнейшим видом церковного наставления должна стать проповедь, объясняющая смысл записанного особого откровения Божьего – Библии. Не отрицаем многообразие жанров проповеди. Разного рода задач, которые встают перед проповедником, а также стилистических и риторических особенностей произнесения гамилей, мы тем не менее утверждаем, что с точки зрения метода выбора темы проповеди наиболее эффективной будет проповедь систематическая, экзегетическая, объясняющая писание стих за стихом. Доказательству этого постулата будет посвящена вся вторая часть нашего курса. Третья часть курса рассматривает конкретные шаги, которые должен предпринять проповедник для того, чтобы превратить экзегезу текста в пункты гамилитического плана. Мы предлагаем уникальную методику синтаксического анализа библейского текста, разработанную в Самарской богословской семинарии и отредактированную автором данного курса. Даются практические рекомендации для толкования текста, применительно к составлению плана проповеди. Также рассматриваются способы единообразного формулирования главных мыслей текста с целью усиления дидактического воздействия проповеди на слушателя. Пристальное внимание уделяется также методике составления конспекта проповеди, учитывается опыт многих поколений и авторский опыт. Ну и, наконец, четвертая часть. Там мы поговорим о методике произнесения проповеди. В четвертой части рассматриваются библейские рекомендации для проповедников, касающиеся духовного фактора произнесения проповеди, даются рекомендации к произнесению, исходящие из современных риторических принципов, и особое внимание уделяется культуре речи современного русского проповедника. Этот курс, братья мои, является результатом более чем 18-летнего труда. Однако этот курс не был бы возможен без моих достопочтенных учителей, которым я хочу выразить свою благодарность. Я весьма благодарен брату Дэвиду Юджину Юингу, который был моим первым официальным учителем Гомилетики. Память о его посвящении Господу всегда вдохновляла меня на проповедническое служение. Его умение говорить интересно и образно, достойно всякого восхищения. Я бы не стал проповедником, если бы не встретился по воле Божией с одним из величайших служителей нашего времени. Я думаю, что не погрешу против истины, если назову его так. Это Виктор Семенович Регузов. Его яркий проповеднический талант, его любовь к Слову Божьему, его захватывающее умение донести Слово Божие до слушателей всегда были для меня примером. Его я считаю главным своим учителем. Мое проповедническое служение было бы гораздо безрадостнее и запутаннее, если бы не было в моей жизни человека, учителя, благовестника Виктора Григорьевича Гамма. Его острый аналитический ум, его потрясающая эрудиция, его педантичность и проповедническая дисциплина всегда вдохновляли меня работать над собой. Его лекции во многом стали основой для моего гомелитического поприща. Я благодарен всем своим учителям, уроки которых я выслушал в своей жизни и постарался применить. Я благодарен всем коллегам-проповедникам, друзьям, которые не раз ободряли меня в проповедническом служении. Я благодарен своим слушателям, своей пастве, без которых я бы никогда не состоялся как проповедник, а этот курс никогда бы не был записан. Ваше искреннее сердце, ваше желание знать Слово Божие, следовать Божьим истинам всегда восхищали меня. Я благодарен сотрудникам и слушателям Курской видеосеминарии, сделавшим все возможное, чтобы этот курс увидел свет. Их терпение и профессионализм не раз поражали меня в самое сердце, заставляя с умилением молиться о них и желать им всяческого благополучия. И, конечно, великой славы достоин Господь за то, что Он призвал меня и моих друзей на проповедническое служение и проявляет лично ко мне грандиозное долготерпение к своему непутевому слуге. Этот курс – наше общее дело, братья. Невозможно приписать заслуги кому-то одному. Этот курс для вас, братья-проповедники. Слушайте курс внимательно. Если что-то будет непонятно или вы забыли какую-то информацию, не стесняйтесь, вернитесь к тому месту, которое вызвало у вас затруднение. Прослушайте, просмотрите еще раз. Тщательно и честно выполняйте все задания. Для выполнения заданий вам нужно будет остановить воспроизведение в тот момент, когда я вас об этом попрошу. И лишь выполнив задание, запускайте воспроизведение вновь, чтобы узнать правильный ответ. Старайтесь притворять в жизнь все, что сочтете полезным. Новые навыки и новую информацию используйте при подготовке вашей ближайшей проповеди. Будьте внимательны, чутки к голосу Духа Святого верны Господнему Слову – Библии. И Бог благословит ваше проповедническое служение. Итак, мы начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok